Серега, ты из Петербурга? Да. Полностью, да, питерский такой? Не, а вообще из Ленобласти, город Никольская, Тосинский район. Родом оттуда. Да, живу сейчас в Питере. Родители там за городом, вот, в Ленобласти. Мама работает, потому что приезжаю в отпуске к ним. Когда жена уезжает в Питер с родственниками, иногда ко мне приезжают друзья на игры в основном, на топовые матчи. Если можно из Питера уехать, а Питер из себя убрать невозможно. На тебе она сказывается? Да, я там не прям питерский. Ну, все равно это же. Простой парень. Ну, то есть, ты, считай, из севера, ну, грубо говоря, да, переехал на юг сейчас? Ну, я уже к югу привык к Краснодару за 9 лет. Второй дом мой. Менталитет расходится? Ну, может, в Питере, конечно, по-культурные люди, можно сказать. Но это раз на раз не приходится. В Питере тоже бывают люди, которые вечно злые ходят там. Но есть какие-то вещи, чего не хватает тебе именно вот из северного, грубо говоря? Озер мне не хватает, потому что я привык к Питере много озер. И, ну, и езди, шашлычки поделать. У кого не спрашиваю, что-то мне никто не дает точного ответа, где есть озера в Краснодаре. Не, у нас есть на базе, но, конечно, там не покупаешься, потому что там змеи. Если открыть твой инстаграм, там, конечно, очень много футбола. Это понятно, это можно объяснить. Это все классно. Но есть много очень картинок. Например, вот сейчас я тебе покажу. Вот, допустим, вот эта вот картинка. Ага. Ну, есть предположение, что ты хотел быть третьим братом Галлахеров, который из группы Оазис. Да нет, почему-то. Уметил в Манчестер? Да нет, просто у меня были раньше длинные волосы. Что-то я боялся сменить имидж почему-то. Не знаю. Может, так модно было. Потому что Юрий Газинский и Андрей сидит постоянно, они говорили, давайте все ножницами сейчас сострижем всю эту притчу. А вот теперь дошел. Ну, вот это вот красивая очень штука. Это в матче с Тонбовым. Вместо мяча мне в голову прилетело. На этой картинке ты здесь уже в бэкетах. И я вот смотрю на тебя, как ты бегаешь, страшно очень. Если мяч прилетит вот в лицо, это же вот мясо. Да, прилетало, кстати, один раз на тренировке и мячом, и с лапся. Но неприятно. Просто губы в кровь, а зубы на месте. Зубы на месте, конечно. А вот эта штука. Это ты опередил лапенко на очень много лет. Да это просто что-то сидели за столом, чай пили, думаю, давай сфоткуем, прикалываемся. Семью. Вот и решили выложить это. Ну, это классно. Хорошая штука. То есть очень много лиц. Типа ботаник. Ну, да. Это одна из фотографий, где ты в кепке. С снэпбэки с прямым козырьком. Да. Это были на свадьбе. У друзей это второй день после свадьбы. Вот. Уделя забрал кепку. Второй день, а выглядишь свежо. Ну, так, конечно. Спортсмен. Да. Тут у тебя Snoop Dogg на футболке. И ты, опять же, образ вообще великолепный. А ты вообще не знаю, где-то. Ну, ты 13-й год. Да. А, ну, да. Очки этой жены 100%. Не мои очки. Ну, ничего общего с Snoop Dogg. Абсолютно. То есть это просто вот полярное. Да, да. Вот если возвращаться к Snoop Dogg, ты музыку какую слушаешь? Ну, я больше, наверное, играюсь клубная музыка. Чтоб шарашило. Да. Чтоб я пребудь потом ищу. Ну, на юге такое любят. Когда вот выходишь на дорогу где-нибудь на красную. Да. Едет на заниженной десятке. И очень медленно. И рука так из окна. Да, да. Медленно ехать. И слышишь просто за километр. Какая музыка игра. Может, Shazam сделать. Раз. Клубная, электронная. Ну, да, да, да. А попсу вообще никак не играет? Нет. Я всякое слушаю. Мне как бы большой репертуар. И шансон могу послушать. Ну, меломан. Три любимых треков можешь назвать? Ээээ, не-а. Нет? Нет. Пиратская станция нравится. Я и так не знаю. Ничего себе. Серьезно. Да, да, да. Классно. В Питере хорошие были фестивали White Sensation. Вот, Sensation. Я тоже хотел сходить, я сходил. А потому что не совпадало. Потому что либо у нас в январе обычно, правильно? А у нас в буре в январе. То есть карьера футболиста теперь мешает слушать твою музыку. Да, нет, нет. Если бы не футбол. Вот, честно, я даже не задумывался об этом. У меня на уме был только футбол. С самого детства никак? Да, да. Кому там бывают родители отдают, там, баконбол, ну, что-то еще? Получается, бабушка, учитель инфраструктуры, мама. То есть она вот так вот, из поколения в поколение. И поэтому, наверное, я завязалась со спортом. Вот, да. И только мяч и все. Но даже у меня не было каких-то мыслей кем-то стать футболистом. Но может потом проявится, может тренерский замашка. Не знаю. Сейчас не проявляется еще? Нет, пока нет. Напихать кому-нибудь так, причем-то, по-отсовски-то? Нет, напихать-то можно. Подсказать можно. Но я именно в плане, вот, как все это происходит внутри. Я именно в плане, как все это, тренерский штаб все это делает. Пока так. В инстаграме сейчас популярный фильтр для сториз есть, когда рука такая говорит, какова красота. Вот какова красота здесь. Похожа на Питер, на Лену области? Ну, есть что-то, да, конечно. Только не горныш. Реколь. Ну, это да. Там, кстати, чуть дальше, возле Зальцбурга, очень красивые озера. Да, ну, здесь озера прям вообще прям. Они голубые. Мы сейчас приезжали к концу и ехали. Проголубое озеро. Конечно, в Питере не такие, но тоже есть своя красота. Ну, все-таки, природа природой. Красота красотой. Ну, работу никто не отменял. Это точно. Как сборы проходят? Ой, сборы хорошо проходят. Понятное дело, тяжело. Ну, это нормально. На сборах так и должно быть, чтобы в дальнейшем вся команда прибавила. Как семья твоя чувствует себя вдали от дома? Хорошо. Ну, хорошо. Потому что к нам часто не приезжают, помогают. Ну, с внучкой. Бабушки приезжают. Так что, жена вообще довольна, что мы в Краснодаре ушли. Для ребенка это счастье на юге не болеет. Так что, это счастье. А то, что из Питера из огромного Краснодар, условно, маленький? Не, ну, есть же возможность на два города жить правильно. Так что, в этом ничего страшного нет. На юге солнце, в Питере нет солнца. В Питере побыл. Захотелось солнышко, Краснодар. Раз. Летом в Питер, чтобы не умереть от жары. А потом в Краснодар. Дорогие болельщики, спасибо вам большое за поддержку, что в нас верите. Спасибо вам большое, низкий поклон. Так что, мы вас будем радовать, обещаю. Учисляйте.